Аллилуйя! Тема сегодняшнего нашего служения – «Ключи к чудесам». И знаете, все мы, сидящие здесь и кто нас смотрит, мы все очень хотим, чтобы происходили чудеса. Потому что мы понимаем, что множество вопросов, они не решаются. Нужен какой-то сверхъестественный толчок или сверхъестественное действие. И я много думал над тем, что является этим спусковым крючком, этим детонатором или этим механизмом, который позволяет чудесам происходить. И большинство людей, если сделать опрос и сказать примерно, задать примерно такой банальный вопрос, что для тебя является главным, ключевым моментом, чтобы произошло чудо? И большинство людей ответит, что это вера. 99% людей ответит, что это вера. Ну знаете, раньше я тоже так думал, но уже я так не думаю. Я объясню почему. Я совершу короткую молитву перед тем, как я расскажу интересное свидетельство. Помните историю Деяния, 3 глава, когда Петр и Иоанн шли в храм помолиться. И там был человек хромой. Помните, что они подошли к нему. Петр сказал, серебра и золота нет. Что имею, то и даю тебе. Взял его за руку, поднял и хромой встал, начал ходить. У меня вопрос. У них вера была до этого или возникла в момент того, когда они подошли к этому хромому? Правильный ответ, она у них и была. Очень интересно. Знаете, неналичие самой веры производит чудеса. Чудо произошло в тот момент, когда они подошли к этому человеку. Подняли его. Вот тогда произошло чудо. Вера у них и до этого была. Поэтому я откорректировал свою теологию, что чудеса совершаются по вере, но задействуется вера через действие, через смелость человека. Поэтому можно иметь очень много веры, но не задействуя эту веру, чудеса не будут происходить. Поэтому просить Божия, дай мне веру, чтобы было больше чудес, это ни о чем. Дай мне смелости, чтобы я действовал. Дай мне смелости не пройти мимо этого хромого человека. Дай мне смелости зайти в этот темный переулок. Дай мне смелости поехать в эту поездку с кем-то. Дай мне смелости сделать этот шаг. Выдернуть у кого-то костыль. Дай мне эту смелость. Или подтолкни меня. Поэтому я считаю, что все-таки первостепенным детонатором, крючком, спусковым крючком, механизмом, элементом, все можно слова использовать, как все-таки привести в действие силу, которая в нас. И чтобы по вере что-то произошло, это наше действие. А нашего действия не будет, если не будет смелости. Потому что кто-то пройдет мимо. Кто-то сегодня проходит мимо людей, которые стоят возле входа в метро. Кто-то сегодня проходит мимо многих людей, которые видно, что они нуждаются в помощи. Кто-то сегодня мимо проходит дверей, квартир, в которых больные люди, зная, что там больные люди. Имеют ли эти люди веру? Имеют, но они проходят мимо. Итак, об этом я хочу молиться прямо сейчас. Давайте помолимся, потому что именно это нам нужно. И именно этим отличались апостолы. Помните, подметили, что это люди были смелые. И это не просто так было подмечено и записано в Евангелии. Они были очень смелые, их побили, пригрозили, а они снова пошли и уже стоят, снова проповедуют. Они только были в темнице, и они уже снова проповедуют. Поэтому вот что нам нужно. Об этом нужно молиться. И та вера, которая у нас есть, она высвободит ту силу, которую Бог нам дал. И будут происходить много чудес. Поэтому давайте помолимся, чтобы у нас была эта смелость, опираясь на ту силу, которая нам доступна, и ту веру, которую мы имеем. Господь, мы благодарим Тебя за то, что сила у Тебя. И эта сила Духа Святого, сила, поднимающая мертвых, она теперь в нас, потому что мы приняли силу, приняв Святого Духа. Мы благодарим Тебя, что чудеса, они уже сконцентрированы внутри нас, потому что мы приняли эту чудотворную силу. И мы хотим, чтобы эта сила двинулась. Мы хотим, чтобы она двинулась везде, во всяком месте, и к всякому человеку, которому этому нуждается. И нам нужна для этого смелость. Смелость. Я прошу у Тебя смелости, Господь, для каждого, кто понимает и слышит, о чем я говорю. Попросите, каждое, от первого лица, Господь, дай мне смелости высвобождать ту силу и действовать в той вере, которую я уже имею. Дай мне смелость, которая была у Иисуса, у Его учеников. Дай смелость, которая была у всех людей Божьих, которые совершали чудеса. И я благодарю Тебя за то, что я знаю путь, и Ты поможешь мне идти этим путем. Во имя Иисуса Христа. И все, кто верит, что Он имеет силу и веру, скажите Аминь. Аллилуйя. Если вы желаете избавиться от греха и посвятить свою жизнь Иисусу Христу, вам нужно обратиться к Богу в молитве. Образец такой молитвы вы найдете на странице, ссылка на которую сейчас находится на экране. Если вы верующий человек и в вашей местности нет подходящей церкви, вы можете присоединиться к одной из наших онлайн групп и возрастать в Боге вместе с нами. Присоединиться к группе можно, пройдя по ссылке, которая на экране. Если вы живете в Киеве или пригороде и хотели бы посещать домашнюю группу нашей церкви, свяжитесь с нами, и мы подыщем для вас подходящую группу. Наши контактные данные на экране. А также вы можете поддерживать наше служение финансово или стать нашим партнером. Вместе с вами мы сможем сделать еще больше для Господа и помочь множеству людей. Больше информации о пожертвовании или партнерстве на нашем сайте. Ссылка сейчас на экране. Добро пожаловать в благословение Отца. Это ваш дом и это ваша семья. Добро пожаловать в благословение Отца.